здарова всем дорогие друзья в этом видео я хочу рассказать вам очень грустную печальную историю которая случилась мной вчера да да вчера ну то есть я в прямом смысле этого слова не мог заснуть всю ночь из-за чувства бля ну пиздец какое чувство злости бля то есть это вообще но кардинально изменила всю мою жизнь ну естественно в худшую сторону но потому что опять же что-либо хорошее у меня в жизни в принципе не происходило в общем дорогие друзья начнем с самого начала то есть что вообще случилось в общем дорогие друзья вчера вечером не знаю на часах было часов 8 вечера бля ну то есть я вышел в магазин и но есть естественно любой хикан любой социфоб но понимает что уже вот это наиболее на тупая идея то есть выходить на улицу вот выходить с комнаты выходить с дома то есть выходить со своего но мира где на каждом шагу ну подстерегать опасность но ну его и то есть меня хотелось жать вот соответственно мне ну пришлось это сделать ну я уже сейчас то понимаю что это была пиздец какая большая ошибка в общем дорогие друзья выхожу в магазин там бля вся хуйня ну то есть до моего магазина там вообще не долго на минут но пятом 7 ну то есть даже за вот такое но короткое но расстояние я ну получил ну то есть ну казалось бы это вообще ну безопасно то есть там но даже за отклону короткую но дистанцию я бы получил очередной удар вот судьбы в общем дорогие друзья вышла я с дома то есть иду магазин а у нас вот вчера к слову но выпал снег но то есть он там и и дал вот этого дня выпадал там но вчера выпал его там достаточно много вот соответственно я и иду в магазин вот то есть никого не трогай в общем но прохожу я мимо нового компании нахуй то есть там но было два нукуна и и и и и тянут я хуй знает а опять же сколько лет ну то есть я вообще не не могу угадать возраст ли ну то есть чисто вот и интуитивно если предположить и много было летом не за 10 до 70 ну ладно 70 это уже не немного наверно но пиздёж но гульта в общем где-то там от 10 не но не 10 где-то там от но 15 до но 30 лет но соответственно я ну просто ну 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 как бы увидел из силуэты то есть но два нукуна и и 1 но тянут то есть они шли там то есть я но прохожу ну то есть я прохожу мимо них они проходят мимо меня вот и вдруг из ниоткуда из нихуя я ощущаю то есть что у меня ну ну кинули снежком бля снежком ну ну то есть я естественно очень сильно охуел то есть ну таким опущенным я себя не ощущал со школьных но лет ну ладно там не со школьных наверно со времен шараги вот то есть где-то очень давно очень давно ну то есть я естественно сначала даже не поверил то есть блять ну ну как меня но кинули снежком тупо за нихуя то есть я в них не кидал уже естественная с таким ну мягко скажем удивленным лицом я но поворачиваюсь бля вижу вот этих трех человек на что но типа ну то есть один из двух нукуна у меня говорит что типа ну типа он но показывает но пальцем на тян говорит ну типа ну что-то вроде и извини там но она не хотела но и естественно я не не видел кто из них наукил то есть это чисто по его словам вот этот очень но но позорный но поступок то есть сделала но она ну то есть мне естественно в это слабо но верится что это действительно сделала но тян я думаю что это сделал кто-то из них но двоих но то есть я но поворачиваюсь весь из нас охуевшим видом но ничего больше чем вот это я то есть не сделал то есть она тупо затерпел затерпел и еще больше чем озон даже есть естественно тот момент у не было ну пиздец как хуё вот на душе а там бля то есть а они бля но посмели но укинуть снежок бля ну ну как это хуйня называется снеж ну бля ну то есть вот эта хуйня снега ну какой 0 я не помню бля ну ну как называется но в общем они но посмели но кинуть снежок в пожилого человека но который нахуй в два а то и в три раза но больше них то есть меня к слову через два месяца исполняется 43 года вот но соответственно я опять же кто не знает я но ростом метр ну 50 соответственно вот эти ну как бы естественно добрым словом у меня язык не поворачиваться назвать их но подумали что он какой-то школьник там вся хуйня ну то есть вот это самый лучший ну пруф ну того что по сути вся жизнь если ты не родился чедом но пойдет вообще-то нахуй но по пизде ну то есть если б естественно на моем месте был ну какой-то чед они бы никогда в жизни это не изделять а так они увидят какой-то и и и и и инцел там ну ну то есть они интуитивно почувствовали что у меня никогда не было нутян бля ну то есть и из-за того что я не выиграл генетическую лотерею но многие думают что там чед человек или и инцел то есть но ростом и внешка имеет значение чисто в отношениях но нет нихуя то есть я в очередной раз убедился что опять же это влияет а абсолютно на все то есть в чеда они бы никогда не посмели сделать вот этот но поступок то есть они бы в чеда никогда не кинули бля снежок бля в общем да дорогие друзья естественно на тот момент мне было очень хуё да мне до сих пор хуё бля зубы на трясутся ой бля скрипят от злости но тем не менее я ну ну то есть в тот момент у меня она была внутри варианта вот развития событий то есть я но думал ну кинуть в них в ответ но естественно я посчитал вот этот поступок ну достаточно ну какой-то ну примитивный то есть не опускаться до уровня вот это ну быдло ну то есть опять же я не видел кто из них ну кинул соответственно хуй знает в кого мне нужно было ну кидать то есть по их словам это сделала ноутяна но естественно знают психологию ну быдло соцобляди естественно а они вполне могли вот это сделать чтобы он как бы самоутвердиться но перед ну тёлкой ну то есть это вполне обычное явление то есть выебнуться но типа ебать они там но пиздец унизили слабо но опять же я например ну мог еще там не знаю ну ну подойти к ним там сказать что-то но в то же время я но понимаю что у меня не было там шанса ну как бы их даже словесно попытаться но доминировать над ними ну потому что и ну в их ситуации они не смогли ну ну как бы в этой ситуации оказаться ниже меня то есть оказаться опущенными еще но больше зная вот что ну ну как бы они идут с тян ну то есть если бы они шли вдвоем но без тян ну если бы они шли вдвоем без тян есть естественно они бы такой хуйня даже не занимались а именно но он ну когда они шли с тян опять же вот таким способом нужно было как-то ну выгнуться но перед ну пиздой вот какая-то хуйня но естественно если бы я начал словесную перепалку то ничем хорошим для меня это не закончилось то есть меня бы там с вероятностью там бля 100 нахуй ну 500 на процент у меня отпиздили ну в любом случае если бы даже не отпиздили в словесной перепалке опять же я бы все равно бы оказался славу звеном то есть меня бы там все втроем наверное нахуйного послали но хотя опять же я ну потерпевший я оказался жертвой вообще из нихуя вот как дальше ну третий вариант но был там надо прям сразу там идти на них с кулаками но вот этот вариант как вы понимаете и еще ну тупее второго то есть в драке у меня вообще не было никаких шансов ну то есть я за свою жизнь никогда в жизни вообще ни разу не дрался да да ну то есть но такое ну бывает то есть я ну то есть если бы я ну когда-то ну дрался я бы там смог ну как бы знать хотя бы ну примерно свои возможности в драке а я вообще в жизни никогда ни с кем не дрался то есть вот такая хуня ну ну то есть естественно я знаю что я там не ходил никуда там не на бокс там не на еще какую-то хуйню соответственно мои шансы в драке вообще там даже не равны нулю а даже еще ну меньше чем ноль ну ну то есть я опять же не видел вот этих людей ну ну чисто там на глаз ну и естественно они ну были выше меня ну потому что любой человек по сути выше меня опять же из-за моего ну роста метр на пятьдесят ну соответственно у меня в драке абсолютно ноль шансов на победу то есть даже если бы я ну каким-то чудом смог отпиздить одного ну хотя опять же я даже ну примерно я не знал ну ну пиздить потому что я не видел кто у меня из них ну кинул в любом случае ну тогда ну по законам ну быдло они бы вместе все начали меня ну пиздить я думаю даже включая ну ну тян ну то есть ну быдло всегда ну действует стадом вот какой недорогие друзья ну то есть сейчас там многие там и интернет герои бля могут написать да я бы на том месте там отпиздил всех ну есть естественно вот это все ну полнейшим ну пиздеж ну ну то есть я думаю что на моем месте большинство ну тоже ну тупо затерпели и все ну то есть в интернете там напишать можно что угодно но каких-то ну профил вот этого естественно не будет то есть в интернете там все нахуй вот эти ну Джеки Чан там ну Брюс Ли там нахуй и вот дорогие друзья вот этот случай навеял мне еще воспоминания вот несколько воспоминаний в жизни ну когда у меня ну были ну похожие ситуации то есть еще ну было ну две ситуации ну когда ну подобным образом тоже затерпел то есть ну первая ситуация еще ну была ну когда я встречался с женой вот то есть мы шли вечером но тоже кстати это зимой но было и вот мимо нас ну проходит ну компания там ну опять же ну каких-то там зумеров там ну лет были не знаю ну 18 там ну в общем не важно и и вот они ну попросили у нас там сигарет там что-то но я ну точно не помню ну то есть это не дословно оно будет ну вся суть я думаю и не особо важна то есть они ну попросили сигарету на что моя жена то есть обладая всплывчивым характером то есть но ей не понравился ну тон с каким ну ну к нам обратились в общем и она начала им что-то ну кричать в ответ ну то есть она начали там хуй сосить они начали хуй сосить ее в ответ соответственно там ну если там ну верить но бабарабскому но куколскому мышлению я там должен на них там сразу идти набрасываться с с кулаками но как так то есть мою тян оскорбили то есть у кукол то там у бабарабов у пиздолиза в такие моменты вообще там нахуй они ну бежали сломя в голову вот на вот этих бля людей ну и естественно я человек ну ну который обладает айкью там ну выше 6-10 то есть я ну просто стоял вот то есть я наблюдал вот за их словесной ну перепалкой ну то есть честно говоря у меня даже ну мысли ну не было ну как бы что-то там ну пытаться ну выяснить то есть ну подойти к ним ну опять же их там ну было человек там ну 5 ну 10 ну как минимум естественно я ну понимал что ну у меня абсолютно никаких шансов даже то есть ну пытаться там выебываться да ну какой смысл я если меня ну тупо бля там ну мне укажут мое но место а жену там бля у меня на глазах ну выебут там ну опустят еще не меньше чем ну меня ну то есть меня опустят на ее глазах а ее опустят на моих глазах ну то есть вот такая хуйня соответственно там ну у какого-то нормиса там ну могут возникнуть там ну пиздец какая злость там на них то есть а опять же он скорее всего побежит на них с кулаками ну и естественно ну ну то есть я ну понимаю что я ну поступил совершенно ну правда то есть у меня ну нет там никаких угрозений совести ну то есть за то что я там не защитил свою жену ну потому что я ну понимаю что блять ну ради нутелкина и из-за нутелкина подвергать себя нутериску нахуй мне это нужно то есть блять ну то есть моя жизнь ну как бы самая ценная а жизнь там ну какой-то нутелкину пусть даже она моя жена ну это по сравнению с моей жизнью это вообще там какие-то ну мелочи то есть даже если бы они ее стояли там ну пиздили не знаю ну до полусмерти я бы ну чисто физически я бы вот ну даже не вмешивался то есть я ну понимаю что если бы я вмешался ну то меня отпиздили ну так ну так же ну как и ее ну ее естественно никто не пиздил то есть вот эта но перепалка их она ну дальше слова не зашла ну я ну просто ну думая на два шага вперед я ну понимаешь что я бы не стал вмешиваться то есть я я бы там ну максим ну позвонил бы в полицию и опять же у меня если даже ее там ну ебнули у меня бы ну не было каких-то выразений совести на этот счет к тому же ну то есть моя жена ну прекрасно знала что я ну терпила то есть что я не смогу ее защитить да и в принципе там даже ну какой-то чет в такой ситуации если бы он там в нее ну попал там бля то даже чет бы там ну двухметровый не смог бы защитить ну то есть все вот эти выебоны там как в фильмах ну каких-то что там один бля человек нахуй но раскидывает там сто пятьсот человек это ну полнейшим ну пиздеж то есть но реальные шансы выйти на победителем в драке там даже если ты там ходишь на какой-то бокс на какую-то другую хукуню то есть у тебя есть шансы то есть ну ну выйти на победителем если ты ну дерешься один на один ну и то даже один на один у тебя там не стопроцентные шансы если ты выходишь ну против но двух вот то шансы вообще там уменьшаются бля в десятки раз ну то есть даже какие-то обычные алкаши там какие-то бля ну бомжи легко вот вдвоем ну отпиздить там ну какого-то бля нахуй чемпиона ну по боксу то есть вот такие ну реальные шансы а не то что там ну какие-то бля ну долбоебы наслушавшись вот этих охуительных ну каких-то историй ну думают что там ну бокс там еще какая-то хуйня но даст им шансы вообще там нахуй всех вот так ну то есть ты оказался в кругу там нахуй вокруг но у тебя там ааа вообще там дохуя люди и ты их так всех отпиздил то есть естественно это все полнейшее ну пиздобольство в реальной жизни ну такого никогда не будет то есть в любом случае ну количество ааа ну решает то есть ну количество ну решает а не ну какие-то твои там ну твои ну боевые навыки там вся хуйня и вот еще ну третий случай вспомнил ну когда я затерпел ну то есть я шел с качалочки то есть я ну то есть ну когда-то я ходил в качалочку это ну было очень давно то есть в году так в 2017 то есть я шел с качалочки но тоже было вечером на улице вот соответственно я начал ну разводить вот это бля сухое молоко бля ну то есть я как бы вместо но протеина я пил сухое молоко потому что это ну было там и дешевле и на вкус ну получше соответственно я ну разложу в бутылочке и тут ну ко мне подходит какой-то алкаш ну то есть по сравнению с вчерашней ситуацией вот этот алкаш ну он был ну ростом то ну примерно ну как я ну то есть в моих ну силах ну то есть если началась ну драка ну как бы я бы там с вероятностью в общественном нахуй ну ну то есть ну преимущество но было на моей стороне потому что на тот момент я ходил в качалочку там у меня но были пиздец какие силовые ну и тем более вот это был обычный алкаш то есть ну ростом как я ну ну то есть я стою пью бля вот это сухое молоко ну разведенное и тут подходит вот этот алкаш то есть он ну пытается меня схватить за горло вот так ну типа я я естественно охуеваю что за хуня ну типа ну опять же ну даже вот в этом случае то есть ну опять же наверное из-за вот такого ну терпительского характера я ну предпочел ну просто уйти оттуда то есть хотя опять же в драке то есть я бы ему легко ну пизды дал ну то есть во-первых как бы он был но пьяный соответственно его а-а-а-а а-а-а ну координация вообще там у него была ну ну хуев ну то есть я если тебя ударил он бы там упал ну опять же если бы он упал он вполне мог ебнуться затылком и все там меня там отправили на на бутылку там на на 10 лет ну или сколько там дают ну то есть опять же все вот эти интернет ну бойцы ну которые там скажут да я бы там и вот этих что у меня снежком ну кинули и вот этого каша я бы их всех отмитил ну опять же они не думают о последствиях то есть а тут ну нужно ну рассуждать в первую очередь ну то есть бля ну кинулись снежком то есть ну какие-то ну последствия у меня от этого ну были ну бля ну ну разве что задет там ну гордо самолюбие там вся хуйня то есть а если бы я начал выебываться то есть даже если каким-то чудом я бы смог их отпитить ну то есть меня бы отправили на бутылку опять же скользко там вся хуйня то есть они бы могли въебнуться за тык ну либо они либо же я то есть кто-то из нас то есть ну потому что обычно любая ну драка ну как бы она начинается и заканчивается ударами ну по лицу то есть самыми опасными соответственно человек легко может упасть там на землю да сейчас многие скажут бля ибо там оправдание оправдание ну терпило ну то есть меня опять же ну похуй ну то есть я считаю что я поступил ну разумно то есть не бля ну то есть я не спровоцировал вот эту ситуацию еще на больше обострение что могло закончиться вообще там миллион раз ну хуже чем закончилось вот как хоня в общем дорогие друзья это было такое грустное печальное видео если там ну вы досмотрели видео до конца вот напишите а были ли у вас вот такие случаи в жизни где вам ну приходи затерпеть вот затерпеть вот как это сделал я то есть и что вы чувствовали вот после вот этого то есть у вас ну было ну какое-то там чувство ебать ну днище там ну то есть лично у меня ну такое чувство сейчас ну есть но в то же время вот оно не особо но большое ну то есть ну по сути я и так знал что я ну терпила то есть ничего нового я для себя не узнал в общем было такое видео если вам понравилось ставьте палец и подписывайтесь на канал до встречи нового видео